добрый день друзья подписчики и гости моего канала сегодня у меня очередная тренировка подписчики просили снять тренировку пальцев как я тренирую хват пальца и сегодня я постараюсь снять для вас топ-3 упражнений для пальцев то есть ну как бы мои любимые упражнения вот ну и плюс то что конечно это не единственное упражнение на пальце которая делаю вот на канале уже есть упражнения на пальцы на силу хвата ссылка кстати будет в описании к видео будет где-то здесь еще ссылочка в конце видео будет ссылка как я тренирую пальцем вот сегодня у нас будет такой выпуск информативный я вам расскажу что и как какое упражнение работает плюс немного затронем тему питания потому что наверное как вы знаете может быть не знаете тренировки это только вершина айсберга прогресса так сказать все одну в наборе силы там или там массы в росте мышц вот вы знаете тот же айсберг это только макушка как бы которая нам видна основная часть это внизу то есть в воде вот питание очень много дает для восстановления для жесткости мышц для роста мышц вот поэтому немного затронем эту тему наверное может там в конце тренировочки чуть-чуть расскажу вот как бы я не то что ну как бы я читаю да там книги какие-то там по тренировкам по силовым тренировкам там что-то беру у тренировок пармлельсин который уже давно тренируется все же там тренировки из интернета вот ну и плюс я как бы тренируюсь не как бы а тренируюсь где-то наверное более 15 лет вот и у меня накопился свой собственный опыт в тренировках спортсмен я ну по своей так сказать генетике генетику у меня не очень просто я очень долго тренируюсь поэтому может есть какая-то сила там и так сказать техника наработанная вот я спортсмен довольно таки медленный то есть у меня нет взрывной силы но у меня есть ну как бы такая вот ну взрыва нет но есть сила есть сила есть выносливость ну видно это заложено генетически также моя борьба за столом заключается то есть у меня идет борьба от обороны вот и поэтому как бы я стараюсь на тренировать силу и все вот эти сильные стороны свои включать за столом чтобы противостоять например быстрому старту соперника вот ну как то так может быть кому-то это видео будет полезно посмотрит что-то переосмыслить я конечно никого не заставляю так тренироваться как я тренируюсь это чисто рассказываю вам свой опыт моих многолетних тренировок вот и первым упражнением сегодня у нас пойдет подтягивание на турнике хватом к себе турник у меня широкий хотя и все обезьянным хватом стараюсь браться даже уже чем ширина плеч то есть разогревочные подходы у меня идут я стараюсь посильнее угол делать то есть побольше когда я подтягиваю с весом я делаю угол как вот стоишь за столом ну там 90 градусов и с этого угла я подтягиваюсь что мне это дает но это многое составное упражнение кстати очень многие даже тренера говорят что важно себе подтягивания ну как бы особо ничего не дает ну не знаю пишите в комментариях давайте обсудим там если кто будет смотреть там кто-то не согласен я скажу свою точку зрения как бы давно тренирую используя это упражнение своих тренировках и как бы я криковик и она мне очень много чего дает это во первых то что например вот с этого угла 90 градусов я подтягиваюсь узким хватом стараюсь и у меня работает вот этот угол когда подтягивают то есть спина то есть когда борюсь у меня максимально локоть ну естественно возле туловища и работает спина вот это вот натяжка чтобы угол не разрывался вот и плюс ну как бы тренируется спина это раз очень хорошо именно для армрестлинга вот это стягивающее движение вот и тренируются пальцы ты висишь если подтягиваешься с весом цепляешь что на себя 20 30 40 50 60 килограмм там и больше то есть тренируется очень хорошо пальцев статике это замечено как бы уже давно например я это упражнение делаю там за две недели перед каким-то турниром там с максимальным весом там на два-три повторения или даже просто подтягиваюсь там например с весом там 80 килограмм и вишу в статике вот потом две недели восстановление идет и просто я чувствую вот эту вот жесткость в руках если я не делаю например перед турниром вот это подтягивание к себе хватом с весом чувствую как-то не то вот вы начинают там расползаться там спина плохо держит но это чисто мое мнение вот первое упражнение будет разогревочная я буду подтягиваться с собственным весом поехали и и очень хорошо работает межреберные мышцы еще в этом упражнении и грудь задействуется и даже плечи каждой тренировки по армейсингу первыми упражнениями стараюсь сделать многосуставные упражнения такие как там жим лежа подтягивания там или там плечи чтобы так сказать разогнать кровь в организме включить центральную нервную систему вот а потом уже идут такие специальные тренировки так сказать вес снаряда 40 килограмм кстати в этом упражнении еще работает и пресс очень хорошо работает после подтягивания он болит дня два-три руки еще побаливают после субботней борьбы что мне дает еще это упражнение что я заметил когда делаешь это упражнение подтягиваешься то есть работает не только спина но и работает еще бицепс вот и работает именно когда если ты подтягиваешься с большим весом очень хорошо работает связка бицепса не надо путать с боковой связкой здесь боковая связка вот здесь есть связка бицепса вот и что это дает например применимо как кормой снегу если например за столом тебя там жестко ударили со старта может и со старта может там абсолютно весовая категория там и соперник намного больше тебя что у меня было например на практике вот он падает массой на свою руку у тебя например проваливается про нато вот в это положение вообще и то есть борьба переходит ты держишь уже не на боковой связке а проваливается и тут уже больше работает бицепс и если у тебя натренирована связка бицепса хорошо ну во-первых если она те еще широкая и плюс натренирована хорошо вот то ты можешь на бицепсе например держать этого соперника довольно таки долго вот и есть вариант того что он быстрее тебя устанет то есть ты его можешь передержать и в итоге перевести борьбу в свою пользу так сказать вот поэтому это упражнение не такой уж и бесполезно для армии сына на мой взгляд сейчас вес снаряда 70 килограмм тренируюсь сегодня в перчатках у нас сегодня мороз 12 градусов ветерок такой уже все замерзло такая коротенькая амплитуда получилось но вес уже максимальная конечно попробую сейчас 80 килограмм подержать чисто в статике нагрузить так сказать связочку бицепса хорошо вес снаряда примерно 84 килограмма мой вес на данный момент тоже 84 килограмма попробую подержать этот вес в статике вот мы разогрели весь наш верхний плечевой пояс разогрели пальцы разогрели предплечье следующим упражнением идет упражнение подъем штанги то есть штангу я беру замок вот и поднимаю самая главная техника упражнения выполнения этого упражнения то есть ну самое первое это то что надо одевать пояс потому что веса большие идет большая нагрузка на позвоночник это раз во вторых когда поднимаешь штангу в этом упражнении нужно подобрать ну такую платформу так сказать которая будет с которой будет удобно поднимать небольшое такое движение чтобы было чтобы только ну штанга отрывалась чтобы максимально было менее травмоопасно это все и поднимать штангу нужно не спиной а приседать под нее чуть-чуть чтобы спина была ровная и поднимать чисто вот ногами сейчас на штанге 140 килограмм вот примерно вот такая техника подъема поднял подержал несколько секунд и также с ровной спиной опустил я считаю это упражнение базовым для пальцев упражнения просто просто очень хорошие здесь напрягаются как и пальцы так и все предплечье все сухожилия вот мы как бы по себе заметил то что вот эти вот подтягивания с максимальным весом я также нагружаются пальцы и предплечье которые делал до этого тяга штанги вот это вот на пальце там арм лифтинг щипковые хваты кстати по поводу щипковых хватов я считаю что щипковый хват для адресина тоже нужно тренировать когда ты тренируешь щипковый хват у тебя работает большой палец вся вот эта вот мышца между указательным и большим пальцем она увеличивается и на захвате ты очень плотно так сказать сжимаешь большой палец соперника и за счет этого ты чувствуешь себя намного увереннее на захвате вот щипковый хват ну как бы лично я тренирую всегда и он мне всегда помогает вот чуть-чуть отошел от темы то есть тренировать вот это упражнение упражнения на пальцы как бы они делаются с максимальными весами там в основном где-то раз в неделю раз полторы недели этого будет вполне достаточно сейчас на штамме сто шестьдесят килограмм сто шестьдесят и опускаем можно даже опускать по ногам но главное чтобы спина была ровная на штанге немного за двести такой вес еще ни разу не поднимал попробую без перчаток может будет поудобнее хотя бы оторвать ну для 85 категории даже если оторву этот вес я думаю будет уже неплохо так то так и следующим упражнением так сказать последним от 3 идет упражнение вот с такой конусной ручкой вот она у меня самодельная здесь на нем два положения первое положение нагрузка идет больше на верхний палец делаю я его его вот таким образом то есть натягиваю отпускаю на пальцы максимально и делаю вот такое движение то есть спина и заворот пальцев и заворот кисти отпускаю опять на пальцы заворот пальцев кисти и спина вот так следующее положение на такой ручке меняю немного здесь уже больше нагрузку идет на мизинец вот больше уже прокачивается мизинец все то же самое отпускаю максимально на пальцы и заворот и так делаю подхода 34 на каждую руку в каждом положении ручки очень хорошо прокачивается вот вот тоже добавляю веса иду пирамидкой в этом упражнении вот что хотелось бы сказать еще по поводу питания вот как бы все наше восстановление после тренировок идет вот питание питание должно быть разнообразным белки жиры и углеводы что такое белки белок наверно вы все знаете попадает в организм расщепляется на аминокислоты ты потренировался у тебя идут микронадрывы мышцах аминокислоты как кубики такие строительные идут заживляют вот эти так сказать надрывы мышца становится больше сильней это что касается белка углеводы белок это вернусь назад белок это на грубо говоря там мясо яйца рыба творог какие-то молочные продукты вот углеводы это крупы все макароны хлеб там сложные углеводы быстрые углеводы сахар там всякий шоколад ну сахар в основном все что содержит сахар быстро углеводы углеводы это как бензин для машины так для нас углеводы это топливо энергия наша вот и жиры что такое жиры жиры как говорится тоже холестерин без холестерина у нас в организме не идет синтез так сказать гормонов той жиры нам нужны для выработки гормонов тоже для той же энергии поэтому питаться нужно сбалансировано это раз во вторых нам просто необходимы витамины и минералы вот нужен магний магний дает импульс мышцам сокращение мышц вот так же цинк цинк нам нужен для выработки там наших стероидных гормонов выработки тестостерона нашего так сказать главного гормона в организме цинк например содержится там в арбузных семечках в морепродуктов в устрицах вот магний содержится очень много магния кстати фисташках и хорошо его фисташки например кушать там горсточки фисташек на ночь чтобы и спалось хорошо и в основном минералы усваиваются ночью кальций нужен кальций нужен тоже для сокращения мышц это раз для для костей для наших чтобы наши кости были крепкими прочными эластичными вот нужен кальций это тот же творог молочные все продукты это кальций нужен калий калий тоже как бы мышцы нервные импульсы тоже так сказать нейромышечную связь поддерживает и водно-солевой баланс это калий вот нужно кушать продукты с калием я так скажу просто в общих чертах про это все про питание если вы хотите чтобы я полностью раскрыл вот эту тему питания например ну как бы свои вот эти вот как я питаюсь какие добавки принимают там из аптеки там спортивное какое питание то пиши в комментариях ставу лайк подписывайся на канал вот и со временем разберем и питание так сказать расскажу вам свой опыт по питанию вот со спорт пита на мой взгляд ну как бы рабочие такие рабочие спортивное питание ну для того же для андресина очень хорошо работает коллаген на самом деле все вот аминокислоты особенно комплексные аминокислоты очень хорошо работают витаминоминеральный комплекс тоже очень хорошо работает если там в организме не хватает скудное питание то витаминоминеральный комплекс там со спортивного питания будет очень хорошо работать вот так что вот такая тренировка у нас с вами получилось надеюсь вам понравилось вы поставите лайк подпишитесь и будете ждать новое видео до новых тренировок друзья до новых тренировок